МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мой муж-режиссер решил, что это прекрасная затея, чтобы я вышла из двери и начала разговаривать с нами. Добрый день, наши дорогие подписчики! Сегодня вы на канале Парамона, и снова мы у нас на усадьбе. А это наш щенок Юша. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алечка, Алечка! С Али вы уже точно знакомы. Наша сторожевая собака. Пару недель назад, даже, наверное, уже чуть больше, я снимала видео с нашего участка. И сегодня делаю это снова, потому что вокруг все цветет. Такая красота, зеленая травка. Я высадила тут у себя палисадник. Теперь каждый день любуюсь цветником. Это эустомы, дорогие очень растения, поэтому их всего три штучки. Конечно, это все еще распушится и будет вдвойне красивее, но уже сейчас радует глаз. Здесь мои долгожданные тюльпанчики. Вообще они должны были расцвести первыми. Я их посадила прошлой, ну, не прошлой, а осенью, в ноябре. Вот они такие вот прекрасные. Юша по грядкам не ходим. Не ходим. Это наш помощник везде мне помогает садить цветы. Потом их выкапывает. Пересадили малину. Она уже пошла листиками. Теперь тут рядочки аккуратненькие. Удобно будет собирать ее. Замульчировала соломой, чтобы между малиной не росла трава. И при этом сохранялась влага дольше, чем обычно. Знойное лето сейчас стоит. Просто 1 июня вот так вот на Алтае включили лето нам. Мы теперь радуемся жаре. Прогуляемся немного по цветущему саду. Здесь зацвела вишня. Пчелки собирают пыльцу. У нас еще есть улик на чердаке. Мед мы свой собираем редко. Практически его не кушаем. Но пчелки у нас тут все опыляют. Мы радуемся этому. Сейчас мы делаем тепло. Здесь распушилась уже калина, наша любимая, благодаря которой столько птиц прилетает к нам на участок. Здесь у нас также цветет алыча, вишня, еще куст калины. Пойдемте посмотрим на изменения, которые произошли. Здесь мы покрасили наш помост, в такой темный цвет, нам он очень нравится. Поле крапивы, которое я вам показывала в позапрошлом видео, мы перепахали и засеяли овсом. Когда он взойдет, это будет естественным седиратом, он уберет крапиву, и потом мы уже засадим это все газонной травой, будет газон. Завезли на участок пять машин чернозема, потому что потихоньку мой огород мечты строится, создается. Уже засыпали некоторые грядки, это вот все, что осталось, такая куча хорошей земли с поля, с соломой, с конским навозом, чтобы все хорошо росло. Здесь уже установили куб с водой для полива. Будем делать капельный полив в будущем, но пока что удобно, что здесь протянут шланг и не нужно с речки носить лейку. Попадая в теплицу. Она еще в процессе, но уже я высадила томаты, перцы, здесь черри, здесь разные сорта больших помидоров. Тут такая жара, здесь грядочку еще доделываем, нужно ее засыпать землей и обработать специальным раствором от плесени и грибов. И здесь вот попадаем в создающийся огрод, тоже перепахали поле. Здесь будут высокие грядки, они уже начали делаться, я надеюсь на этой неделе мы их закончим. Также пришли наши лошадки. 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 Вот здесь будут высажены огурцы, такие треугольные грядки, тоже частично их уже покрасили, будем еще доделывать и засыпем это потом все гравием, это будет декоративный огород, на который можно будет и просто прийти полюбоваться, посидеть где-нибудь под деревом на лавочке, когда мы ее установим, либо полакомиться с него. Если вы приедете вдруг нам в гости пожить, то я с удовольствием поделюсь с вами свежими овощами, зеленью. Как я говорила в прошлом видео, это моя одна из любимых зон. Видно, что там цветет у нас ешка, это такая ягода, смородина, там жимолость, яблонька, черемуха и все это на таком клочке земли с идеальным практически газоном, одуванчиком. Кстати, из одуванчиков я сегодня варю мед, и в шотцах обязательно покажу процесс. Смотрите за нашими короткими видео в том числе. Посмотрим на изменения в нашей спа-зоне, банной зоне. Здесь мы также покрасили помост, шлифанули его, и теперь он выглядит намного симпатичнее, чем было до этого. Кстати, тут можно заметить, что у нас растут лопухи, и недавно нам сказали, что в Японии корень лопуха считается деликатесом, поэтому мы хотим попробовать выкапывать корни и жарить его вместе с картошкой. Можно, кстати, его даже варить. В общем, попробуем и тоже расскажем о том, понравилось нам или нет. Идем дальше. Здесь пошла вода еще больше, чем была. Сейчас снега с вершин наконец-то начали таять. Вода пока что идет мутная, но тем не менее, хорошо, что она есть. Наш кетрик уже подрос, завязываются шишечки. Леша высадил его года два назад, и вот такой вот он уже большой стал. Это наша любимая Ива. Вчера мы с Лешей сидели в нашей костровой зоне, зоне, жгли костер, наслаждались шумом реки и восхищались тем, как в тему здесь эта Ива. Остается только догадываться, сама ли она здесь произросла или кто-то ее высадил, но в любом случае мы очень благодарны за то, что она здесь есть. Беседка. Теперь можно сидеть здесь или лежать в гамаке в прохладе, в тенечке, потому что летом, днем жара достигает плюс 32 градусов, и находиться на солнце достаточно тяжело, поэтому хорошо, когда есть какие-то затененные участки, где можно посидеть и отдохнуть. Здесь у нас расцвела живая изгородь, это груша. За ней я рассадила маленькие кустики вишни, и здесь тоже вишневые заросли. Они немножко закрывают банную зону от деревни ближайших соседей, которые у нас есть. Ну что, вот так за две недели преобразился наш участок. Каждый день мы выходим и наслаждаемся проделанной работой и тем, что у нас есть. И обязательно приезжайте летом на Алтай, приезжайте к нам в гости. Мы рады всегда принимать у нас гостей. До новых встреч!